В прямом эфире у нас Коля, Николай Волохов. Привет! Мы находимся в Пхукетовой парке, в самом лучшем парке Пхукета, может даже и мира. Отдыхаем, тусуемся с друзьями. Недавно провели просто офигенский Новый год. По-моему, это был самый лучший Новый год в моей жизни, даже в моей практике. Мы собрались огромный большой тусов, поехали вместе на пляж, тусовались, отметили всей огромной большой семьей Новый год, и все у нас отлично. Сейчас тренируемся, погода отличная, тепло, катаемся, учим новые трюки, все вообще отлично. Когда ты приехал? Приехал я неделю назад, и вот сейчас неделю я прикатывался, сейчас будем учить потихонечку новенькой. Как правило, у нас осенью сбор Пхукетовой парк фэмили, а тебя не было. Почему? Дело в том, что в этом году я заканчиваю последний курс моего колледжа. Я учусь на спортивном менеджере, и вот у меня последний курс, и я заканчиваю клуб. Короче, пишу диплом. Вот, пишу диплом, и из-за этого, к сожалению, у меня не получилось приехать. То есть, недостаточно быть чемпионом Российской Федерации, нужно еще учиться, да? Обязательно, надо постоянно учиться. Как говорят умные люди, мы учимся всю нашу жизнь. Понятно. Дальше, что ты планируешь делать? Вот сейчас закончишь колледж, и будешь поступать куда-то? Дальше планирую... Алиса, привет! Егор, привет! Всем привет! Да, Саха, привет тоже! Вот сейчас заканчиваю колледж, последний курс, и буду поступать на высшее образование. Я думаю, пойду на маркетинг, на удаленное обучение, чтобы переехать на весь год в Пхукетовый парк, и учить вас, и радовать вас новыми трюками, да. Ты сказал маркетинг. Расскажи, пожалуйста, почему? У тебя, кстати, изменился формат постов в Инстаграме. То есть, ну типа... Ну, раньше ты просто, допустим, выставлял фотку, а, круто все, а сейчас ты уже какие-то рассуждалки делаешь, что-то предлагаешь, гивы какие-то делаешь. Ну, я вот в это очень сильно углубился, я занимался Инстаграмом с Алексой. Алекс у нас ведет Инстаграм Пхукетовый парк, и она очень сильно меня погрузила в эту тему, и мне прям очень... Я очень сильно загорелся маркетингом, и я сразу же написал в... нет, где-то три месяца спустя я написал в сториз, что я хочу заниматься маркетингом, можете кто-нибудь меня взять на практику? Меня взяли на практику в очень крутой отдел, не отдел, а вот... Тут Рома спрашивает, где ты ночевал сегодня? Здравствуй, Рома. Ты можешь к нам, кстати, в прямой эфир присоединиться, мы на балкончике. Я ночевал в постели. Вау, почему не в своем номере? Расскажи, народ. Не знаю, чуваки немножко развлекались немцами. Мэлру написал Ова. То есть, тебе мешали спать? Немножко, а так... нет, все нормально. Рома пишет, расскажи. Да что ты подставляешь меня, я специально ушел, я даже им замечаний не хотел делать. Ой, спасибо большое, кто-то шлет нам в сердечке. Вот, даже замечаний не хотел делать. Вот, по поводу маркетинга. Устроился я в очень крутую фирму, называется Q-Marketing, и мне там сейчас помогает очень крутой чувак. Я записал на курсы, и вот его зовут Вова Раджа. Спасибо тебе большое, если смотришь тоже этот эфир. Вот, там практикуюсь, и вот планирую пойти в следующем, в этом году, на маркетинг, интернет-маркетинг. Сколько лет будешь посвящать обучению? Три года. А ты сможешь дистанционно сохранить свой титул? То есть, тебе нужно, естественно, посещать такие мероприятия, как соревнования и параллельно учиться? Или ты как-то будешь дистанционно? Вот, именно, и поэтому я беру дистанционное обучение, чтобы приехать зимой в Пхукет-Войк-Кварт, здесь, всю зиму здесь откататься, подучить новых трюков, и потом успешно откатать мировые и международные основания, которые будут проходить с осени, ой, с весны до осени. Чемпионат международный, да, чемпионат мира будет происходить в Таиланде, 2020 год. Ты планируешь прилетать? Да, конечно, я даже, наверное, приеду в апреле, очень хочу. Ну, в апреле, у нас 19 апреля соревнования, конечно же. Да, я очень постараюсь приехать сюда, если постараюсь все планы отложить, даже учебу, и приехать. Какие еще планы, спрашивает Рома, помимо соревнований. Вот, приехать сюда, и... Рома присоединился бы уже совсем недалеко от нас. Ромчик! Рома, пожалуйста, комментарий, может, Коля теперь в Хардвей, объявил Рома. Ну, я типа, помогаю, да, буду помогать потихонечку. Что такое Хардвей? Хардвей — это кемпы, которые... Это кемпы, вейкбордические кемпы, которые организовывают команда Хардвей. В Хардвей очень много людей, которые делают и развивают вейкбординг в России. И недавно, ой, скоро как раз пройдет кемп Хардвей в Пхукетвейк Парке в феврале, так что записывайтесь быстрее. Рома сказала, что не только кемпы, а меня интересует... Коля, вот в этом сезоне ты дважды чемпион Российской Федерации. Скажи, кто тебя поддерживает, помимо Пхукетвейк Парка, и с кем у тебя контракты? Да, можно сказать, не контракт, а меня просто поддерживает Траектория, Репкерл, Гравитация. Она помогает кататься мне... Вот когда не в Пхукете я катаюсь в бассейне, и так же поддерживаю свой уровень катания. Кто еще? В Кингвинчвейк Парк. Там бываешь? Да, в 90-м году, к сожалению. Алиса спрашивает, ты будешь участвовать в чемпионате? В каком? Я так понимаю, мира. В чемпионате мира, да, буду, конечно. То есть ты прилетаешь сюда в апреле, в Пхукетвейк Парке, на все лето? Да, буду здесь тренироваться и поеду потом на чемпионат мира. В сентябре. То есть ты безвыглазно будешь в Пхукетвейк Парке? Постараемся, да. Проходить практику? Да, проходить практику. Даже дипломную практику, не только вейкбардическую, а дипломную. Да, то есть какая у тебя тема? Организация рекламной кампании и спортивного мероприятия. Вот прекрасно. Мы как раз, ребят, планируем 19 апреля нашу Пхукетопен. И Коля будет интегрирован 100% непосредственно во всю историю. Как реализация. Да. Резвизация. Вместе с Аланом. Алан тебе расскажет и покажет. Сейчас Алан посмотрит такой, вы что сделали, зачем у меня волх? Все растут, и ты, соответственно, тоже. Мы познакомились с тобой 4 года назад. 3 года назад, да. Вот. Было очень прикольно, на самом деле, когда вы стояли на стартовом месте с Аланчиком и вели диалог. И вы вели диалог. У меня даже, кстати, есть видео. По поводу. По поводу. А, в Летене, да? Типа того, да. Да, да, да. Было очень весело, на самом деле. Или сейчас бы поспорил с Аланом? По поводу. Да. Да нет. Да там просто вейкерской тусовке все время тремся, шутим, разговариваем, даже не спорно. Что такое вейкерская тусовка? Вот ты сейчас сказал, чем она знаменательна, и вообще, где, как человек может прийти на кабель и сказать, о, привет, я хочу с тобой дружить, или как это вообще происходит? Да, в принципе, так и происходит. Он просто встает на лейк, катается, и он сам вливается в эту тусовку. То есть там не надо даже с кем-то знакомиться. Все это автоматически происходит. Ты просто приходишь на лебедку, катаешься, получаешь от этого удовольствия. Тебе подсказывают, ты с кем-то делишься опытом. И так ты вливаешься в тусовку. Слушай, у нас не было шанса с тобой обсудить Россию. А что ты скажешь по поводу этого чемпионата, который был? Было сложно, и тебе понравилось катание того или иного райдера. Кого бы ты хотел вообще отметить на этом чемпионате, и как все было там организовано? Все-таки это твоя дипломная работа. По поводу, как спортсмен скажу, это основание было прям очень хорошее. У нас организация была на высшем уровне, все выступали по таймингу. Все молодцы. Уровень очень сильно вырос, очень-очень. У нас с Даниилом Шуровым был отрыв, да, отрыв в 10 сотых балла. Ай, вообще, слов нет. Это было очень... Бомбически это было, я тебе скажу. Вот, это именно подтверждает, что уровень бэкбординга растет именно в России, и он скоро будет догонять и будет перегонять даже мировой уровень. Ты не представляешь, если честно, я понимаю, что нельзя... Нужно быть объективным и всякое такое, но, блин, Коля, как мы за тебя переживали. Просто очень сильно. Ну, да, спасибо большое. Я не знаю, что вам еще этого сказать. Ты также ездил на Европу. Да, на чемпионате Европы я немножко переволновался. Потому что я сидел там месяц с Волгой, с Николаем Гогиным, помогал. Мы составили очень хорошую программу, но я так... У меня были очень... Ну, у меня были хорошие шансы пройти финал и даже, может быть, что-то занять. Но я так... О, кстати, вспомнишь солнце, вот и лучик. Николай Волгин присоединился к нашему эфиру. Привет, Коль. Только про тебя говорим. Трюки. Так, Рома, я не буду говорить то, что ты написал. А что он там написал? Ну, иди посмотри. Ребята, а вы можете пока насладиться видом Пукет-Вейк-Парка и корейцами. Пока. Да, Рома, это правда, но будем учить и будем прогрессировать. Нет предела совершенства. Вот именно. Коля, ты здесь еще пробудешь целый месяц. Да. Планируешь ли ты во время своих тренировок с кем-то заниматься еще? То есть, или мы подождем весны, и ты приедешь еще вместе с Николаем, и вы... То есть, как тренером или еще учить? Еще учить что-то. Учить сам или учить людей? Учить сам. Учить сам, да, буду учить много трюков. А что для тебя пока является непостижимым? К чему ты стремишься? Да пока нет такого непостижимого. Все можно попробовать, все можно выучить. Главное, это довести до стабильности. Это самое главное. Чтобы руки вот так вот просто шли. По щелчку пальцев. А чтобы по щелчку пальцев шли, нужно рисковать? Конечно. Без... Как говорят, без... Блин, да что ж... Короче, надо рисковать. Без риска ничего не удастся. Ну, страх же есть. Да, конечно, есть, но... Как без страха? Везде есть страх. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Вот. Но ты же не пьешь шампанское, потому что ты спортсмен, здоровый образ жизни. Они пьют. Да, нет сигаретам, алкоголю. Нет, алкоголю. Расскажи, пожалуйста, про свой распорядок дня. Что ты делаешь? Вот когда ты встаешь утром, ты идешь завтракать или сразу кататься? И как стать чемпионом? Вот сейчас тренируемся по методике Николая Волгина. В 7 утра я встаю. Вот начал. Врет. Пап, ну ты даешь. Сегодня я встал в 7.30 утра. В 7.30. Короче, как тренируются по методике Николая Волгина. Сейчас я неделю прикатывался к парку, привыкал к Таиланду. И сейчас все эти три недели я буду... Такое у меня будет распорядок дня. В 7.30 я встаю, иду катаюсь полтора часа, отдыхаю. Потом у меня обеденная тренировка, еще часик, а потом вечерний еще часик. Так идет два дня, и потом на третий день я один день отдыхаю, и потом так все идет, продолжается. Коля написал, я про шампань. Что про шампань? Не пью шампань. Не пью. Вот так. Молодец. Ребят, пожелайте Коле классных выходных. Мы еще выйдем в прямой эфир. Когда бы вам было удобно задать вопросы в прямом эфире, пожалуйста, напишите нам в личных сообщениях. До встречи. Ну, вроде нормально было. Нормально?